Привет, друзья! Привет! Мы находимся в Петербурге в квартире площадью 85 квадратных метров в современном стиле с нашим дизайном. Эта квартира, это история о том, как непросто сделать просто на самом деле. Здесь сложный ломаный периметр, и нам было тяжело вписать все пожелания заказчика, весь функционал этой квартиры в такую ломаную непростую структуру, но мы с этим удачно справились. Здесь много разных интересных декоративных приемов, и мы о них о всех подробно вам расскажем. Давайте начнем с пространства кухни-гостиной. В этой квартире нам удалось сделать многофункциональную кухню-гостиную. Здесь есть три зоны – обеденная, зона ТВ и зона кухонного острова. Здесь очень интересно они расположены, все люди могут, находясь здесь, общаться между собой. С любой из этих точек видно телевизор, если смотрим кино. И в то же время это все не выглядит каким-то раскиданным по пространству, оно достаточно связано архитектурно, всеми линиями, светом, зонировано. На самом деле сразу видно, когда ремонт делался по дизайн-проекту, потому что сразу же прослеживается графика. И вот видно, что интерьер, он как бы нарисован на плане. Он не просто выдуман, да, и расставлен. Там здесь поставим стол, сюда бросим диван. А видно, что все оси бьются над столом четко. У нас есть трек со светильниками. Зона диванов обозначена люстрой. Над обеденной зоной, над островом тоже висит у нас специальная подсветка. То есть ты попадаешь в пространство, как будто его нарисовал художник. Это сразу же видно. Также у нас бьются цвета, все читается. То есть я вообще с трудом могу представить интерьер сейчас какой-то, ну, не эконом-класс, а уже нормального уровня, где его делают без дизайн-проекта. Мне кажется, это просто невозможно. Ну, можно пригласить декоратора на худой конец. Сделать просто прилично, но хорошо будет уже не сделать. Это бесполезно. Обратите внимание на кухонный фартук. Здесь рельефная плитка, она очень классно смотрится именно в боковой подсветке. Это классная плитка на самом деле. Такая раритетная на сегодня. 41-042 называется. Здесь каждая плиточка имеет свой орнамент. И получается такое настоящее красивое рельефное панно. Я от себя хочу добавить пару слов про эту плитку. Это, на самом деле, потрясающая итальянская плитка. И я очень люблю ее использовать в проектах. И в одном из проектов у нас кухня была стандартной высоты 60 или даже, нет, 50. Там была очень низкого роста хозяйка, поэтому верхние модули были чуть пониже. И всю эту плитку нам пришлось резать. Вот здесь все идеально продумано с учетом именно этой плиточки. И получилось, что она везде не подрезана, она везде целая. И это смотрится еще более интересно, более архитектурно. Самое логичное расположение кухни в этой квартире было расположить ее вдоль вот этой стены. Но в этой стене также должна была появиться дверь, потому что это вход в гостевую комнату кабинета. Соответственно, мы придумали вот так. Мы разбили кухню на две части. Здесь у нас два пенала. Дальше сама функциональная часть кухни. И остров с хранением внутри острова. Это позволяет не перегружать кухню. Она смотрится небольшой. Мы не находимся здесь на кухне. Но при этом в кухне очень много хранения. И на самом деле она очень функциональна. Здесь размещено вообще все, что нужно разместить на современной кухне. Теперь о том, что нужно разместить на современной кухне. Здесь встроенный большой холодильник. Посудомоечная машина в пенале под духовкой и СВЧ. Ну и дальше канонически. Раковина о майкире. И варочная поверхность. Все по традиции. Здесь еще небольшая морозилка. Морозилка именно встроенная под столешницу. Это позволяет освободить холодильник. В холодильнике нет морозилки. Морозильная камера отдельно. Это позволяет увеличить полезную площадь холодильника. То есть у вас холодильник от пола до потолка практически. Он достаточно большой благодаря этому. Я недавно об этом записывал короткое видео. И хочу еще раз повторить. И раз и навсегда всем объяснить. Что духовой шкаф и микроволновка, встроенные в пенал, могут легко располагаться рядом со встроенным холодильником. Почему? Потому что в боковых стенках холодильника есть теплоизоляция. Так же как и в боковых стенках вот этих приборов. Нагрев идет только от задней стенки и от верхней. И он никак не влияет на холодильник сбоку. Если бы внизу был, например, морозильник. Вот поэтому он у нас перенесен сюда. Тогда да, на него бы шло вниз тепло. И оно бы влияло. С посудомойкой такого не будет. Это вообще не проблема. Поэтому, пожалуйста, не надо мне писать ерунду, что нельзя встраивать вот так эти бытовые приборы рядом. А в эти кухонные пеналы мы вписали встроенную кофемашину. Тут такая кофейная станция, кофе, чашки и хранение посуды. Чтобы объединить кухню и гостиную, мы использовали здесь такой прием. У нас материалы, они везде перекликаются. Вот у этой дубовой поверхности есть поддержка в гостиной, на ТВ-панели. Обеденный стол из такого же натурального дуба. Причем, заметьте, это все натуральный дуб. Это массив. Это не какой-то пластик. Это действительно классный, дорогой фасад. Я еще хотел сказать пару слов по поводу уюта. Нам часто пишут, что вот интерьер, вы снимаете, он не похож на живую квартиру, мне неуютно. И я сейчас пишу отдельное большое видео про сценарий к большому видео про уют в доме. Я думаю, что всем будет очень интересно это послушать. И, наверное, главный вывод, который я сделал, что уют создается за счет личных предметов. Когда человек заезжает, обживается, у него появляются какие-то ценные вещи, которые связаны именно с ним. Поэтому чужой уют, во-первых, не может быть уютом для вас, потому что он уют только для хозяина этой квартиры. А во-вторых, чаще всего, когда мы снимаем, квартира вот только-только закончена. Здесь только все вещи появились. И здесь нет еще какого-то финишного декора, связанного с хозяевами. Конечно, поэтому квартира смоется такой пустой, голой и неуютной. Но это пространство, это дизайнерское пространство, которое, заполняясь этими предметами, станет как раз вот этим самым уютным местом для жизни. И, к сожалению, не всегда это можно снять на видео. Потому что, когда люди уже обжились, просто нам не очень уютно вторгаться в их жизнь и как бы разрушать ее. На самом деле, мы сейчас снимаем, и хозяева квартиры здесь, они вот только-только начали здесь жить, еще не обжились. То есть, квартира еще, по сути, пустая. Но, поверьте мне, спустя несколько месяцев здесь будет все совершенно по-другому. И это не связано с тем, что здесь будет все завалено какими-то предметами. Здесь все полки, все скрытое хранение, оно уже полное, поверьте мне. Здесь много всего есть, просто все спрятано, и поэтому смотрится таким аккуратным. Но впоследствии, через какое-то время здесь появится живопись, какие-то фотографии, другие предметы, связанные с хозяевами. И картинка очень сильно перевернется. Наверное, самый важный момент в оформлении гостиной – это ТВ-стена. Вот здесь мы нашли такое решение. Она у нас асимметричная, потому что диван немного сдвинут от центра стены. И мы придумали для стены такую асимметричную композицию из шпонированной панели и декоративного панно. Обратите внимание, как сделана эта панель. Это не одна большая панель, это на самом деле две панели состыкованные. И стыка совершенно не видно, потому что направление шпона вертикальное. Это такой лайфхак для тех, кто хочет состыковать незаметно какие-то панели из шпона. Вот здесь тоже важный момент. Это такая фишка. Здесь продолжается шпонированная панель. Она четко шириной соответствует подшторной нише. И внизу она заканчивается на вот этой вот подвесной ТВ-тумбе. Это тоже здорово. Это задает четкие линии и архитектурность всему этому решению. Мне очень нравится прием, когда консольная огромная тумба у нас подвешена на стену и парит над полом. Вот здесь очень простое решение. То есть строители, в принципе, любые нормальные строители с этим справятся. Сделают закладную. И вот на высоте порядка 10 сантиметров она парит. И визуально у нас получается небольшой разрыв шаблона. Огромная массивная тумба, парящая над полом. Сейчас в современном ремонте все используют теневые примыкания, открытые двери, теневой плинтус. Но есть еще один вид современного плинтуса, который гораздо круче смоется со скрытыми дверями. Посмотрите, здесь у нас везде есть встроенный плинтус. То есть он встроен за подвесо со стеной. Видно тонкую полосочку, как вот он встраивается. Это полиуретан. Он лучше, чем скрытый плинтус из МДФ, потому что МДФ может набрать влагу, его может повезти. С полиуретаном такого точно не будет. И таким образом у нас получается идеально ровная стена, подходящая к открытой двери. И нет вот этого дурацкого перепада, когда вам нужно делать очень низкий теневой плинтус. Когда он не будет биться с нижней линией двери. Здесь такого не будет. Здесь просто ровная стена. И аккуратно в нее врастает вот эта скрытая дверь. Все очень красиво, аккуратно и смоется, я считаю, гораздо круче, чем теневое примыкание. Но чисто технически теневой плинтус организовать гораздо проще. И строители вам скажут спасибо, если вы выберете все-таки теневой плинтус, а не скрытый плинтус. Потому что со скрытым плинтусом вам нужны просто идеальные, как вот зеркало, ровные стены. В противном случае у вас будет где-то появится морковочка, будет кривое примыкание, и это будет не очень красиво смотреться. Поэтому обсудите это с вашими строителями, что будет проще выполнить. Потому что не всегда у нас есть возможность сделать идеально ровные стены. Так как все стены в этой комнате ломаны, здесь вот реально нет параллельных стен, мы очень долго ломали голову, как же нам запустить паркет. Паркет обычно запускается по свету, чтобы не было теней на швах, потому что это инженерная доска, у нее есть там естественные вот эти швы, примыкание. И если мы бы вот так поперек пустили бы паркет, то когда у нас яркое солнце, то сразу появляются тени, и это просто смотрится как какой-то забор некрасивый. Но нам нужно было все равно выбрать одну стену, параллельную, от которой разгоняет дальше паркет. И мы выбрали вот эту большую стену, от нее пошли параллельно, и дальше у нас очень, на самом деле, нормально. Все вот эти примыкания у нас, они нигде не параллельны, и совершенно нормально смоются. Вот это ломаные стены и приходящий под углом в них паркет. И обратите внимание, у нас нет никаких порожков, так как это инженерная доска, по сути это массив дерева, уже приклеенный на фанеру, дальше приклеенный на стяжку, специально подготовленную. У нас нет необходимости делать порожек, у нас просто здесь аккуратно сделан герметик, потому что паркет делает минимальное расширение, и дальше уже идет крупноформатный керамоганец в прихожей. О нем мы расскажем чуть позже. Обратите внимание, это очень удобный столик. Вот если вам, например, лень ходить, то можно его использовать в качестве средства передвижения. Ну, а если серьезно, то это Икея, и это отсылка, вот эти формы, это пару лет назад, это был, мне кажется, ультрамодный скандинавский вот именно дизайн. Это Икея вдохновлялась крутыми датскими дизайн-студиями. Это отсылка к Хэй, по-моему. На самом деле, я был как-то в Стокгольме на выставке мебели, и там было очень много вот именно таких форм, когда столик, и у него есть ручка, которая вот очень легко вот так переносится и меняет место. Мне кажется, это суперудобно, чем корячиться его и переносить. Мы сейчас в мастер-спальне, и главной фишкой этой комнаты, мне кажется, является вот эта 3D-панель в изголовье кровати. Она еще подсвечена снизу, и выявляется вот этот вертикальный рельеф. Это очень интересная фишка. А в дневное время эта панель подсвечена из окна вот таким боковым красивым светом. Это напоминает волны Невы. Там как раз за окном я сейчас вижу Неву. И это прямая ассоциация, прямой отсыл к местоположению этой квартиры. Это не просто так. Недавно в нашем телеграм-канале, кстати, кто еще не подписан на наш телеграм-канал, ваш дизайнер интерьера, обязательно подписывайтесь, там много всего интересного. Так вот, я запустил опрос. Девушки, дорогие, где вы краситесь у вас в квартире? И меня просто снесло шквалом ответов. Просто мне писали сутки, потом еще. То есть все писали. Я здесь, я здесь. Оказалось, это очень больная до всех тема. Я не знаю, как это объяснить, но все мне об этом писали. Так вот, лидером было это зеркало в ванной. В ванной мы еще побываем. Посмотрим на втором месте. Это зеркало в спальне. Здесь у нас оборудован такой макияжный столик. Небольшая консоль. Она открывается. Там можно хранить ваше макияжное средство. Есть огромное зеркало в потолок, которое еще и визуально вытягивает высоту потолка. И есть вот такая аккуратная встроенная подсветочка. Она вот здесь включается. Многие писали, что у них муж спит дольше, они встают раньше. И чтобы ему не мешать спать, они аккуратно на сыпочках уходят красятся в ванну. А многим, у кого муж, например, просыпается раньше уезжать на работу, им удобнее красятся вот здесь за большим аккуратным таким зеркалом, макияжным столиком при естественном свете или искусственном. Композиция изголовья кровати у нас состоит из мягкой панели и двух вот таких вот шпанированных панелей, что является отсылом к гостиной. У нас там тоже, если помните, из такого светлого дуба есть элементы. И это все вместе делает квартиру такой цельной, единой по пространству и решениям. Это у нас светильники для чтения с местным включением. Нам очень нравится. Если человек в кровати хочет что-то почитать, то у него появляется такой свой собственный лучик-светильничек для чтения. Ну, примерно как в самолете. А тумбы здесь подвесные. Это подвесные консоли, под которыми также есть пространство. Можно что-то туда поставить, положить. И не образовывается никакого пылесборника, как бывает иногда с обычными прикроватными тумбами. Подоконники в этой квартире выполнены из акрилового камня. Радиаторы трубчатые. Трубчатые хорошие, которые не сушат воздух и делают тепло приятным. В гостевом санузле мы использовали плитку того же производителя, что и на кухне. Это FOTYONE ZERO FOTY TOO. Это другая коллекция. Напоминает, наверное, березу. Это действительно ствол какой-то большой березы, вот так вот развернутый на стене. Получается очень интересная композиция из таких фрагментов. Темных на светлом и темных на сером. Абсолютно монохромный, интересный санузел. Представители фабрики убеждали нас в том, что эта плитка сделана из переработанных материалов. Что это какие-то обрезки какой-то другой плитки. И как мы все знаем, для маркетинга, для европейского, американского это очень полезно. Если что-то продается из переработанных материалов, это более охотно покупают. Ну, честно говоря, я не очень этим ребятам верю. Мне кажется, это просто хорошая новая плитка. Я сейчас нахожусь в мастер-ванной. И на самом деле по площади она не такая уже большая. Но вы никогда здесь этого не почувствуете. Посмотрите, как мы обыграли стены. Здесь есть по периметру черные зеркала. Который визуально очень сильно решает пространство. При этом у вас полное ощущение, что вы находитесь уже даже не в минимализме, а в каком-то люксовой ванной. Здесь очень интересный умывальник из фаянса, который инсталлирован в белую такую толстую визуально массивную акриловую столешницу. Вставка из шпанированного дубом МДФ, который добавляет текстур и общего ощущения дороговизны интерьера. Вся плитка имитирует такой глянцевый красивый мрамор. То есть все вместе это, конечно же, атмосфера уже не какого-то простого минимализма, а какой-то роскошной дорогой ванной. Душевая зона находится на подиуме за сдвижной дверью. Рядом красивое полотенце сушило. Оно такое интересное, со скошенными трубками. Мне нравится. У нас, в принципе, во всей квартире использованы черные акцентные цвета. И это такой интересной, красивой графикой. Особенно на белом коридоре, белых комнатах. Вот эти черные вставки очень красиво нам добавляют эффекта графики. И, соответственно, серая плитка перетекает в ванну. Там также панно из дерева отыгрывает нашу деревянную мойку. И, конечно же, у нас есть аккуратная ниша для шампуней, верхний душ и ручной душ. То есть все по классике, все красиво. И очень интересно по мне смотрится как раз вот черная сантехника с серой плиткой. Они такие очень природные, интересные, как какой-то, не знаю, серый камень и черная галика, например. Входная группа в квартире сложная. Она в форме пентагона, многоугольника. И здесь достаточно много дверей. Поэтому мы решили сделать двери белые в цвет стен, чтобы растворить их, чтобы здесь не получилось магазин и дверей, как это обычно получается в такой ситуации. Акцент мы сделали на вот этот красивый шкаф с подсветкой. Это матовое тонированное стекло. И, несмотря на то, что внутри шкафа присутствует достаточно яркая подсветка, мы не видим, что в нем находится. И он служит таким красивым, декоративным объектом. Обратите внимание на полы. Это не просто так. Это крупноформатный керамогранит. Мы всегда стараемся в прихожих сделать минимум швов, минимум стыков, для того, чтобы грязь не скапливалась и было очень удобно убираться. То есть максимально практично сделать крупный формат с минимумом швов. И у вас всегда в прихожей будет чисто и опрятно. Эти швы, они практически не пачкаются. Их здесь два. У меня вообще этот шкаф, который является здесь, по сути, такой картиной в белой галерее. У нас такой white box. И картина. Вот у меня прямая ассоциация. Сразу, когда я увидел, ты входишь и ты видишь картину Мандриана. И вот могу так показать, на что это похоже. Вот прям первая ассоциация. А это уже привычный лайфхак, когда нам нужно сохранить двери в прихожей в одной плоскости со стеной, но при этом дверь, допустим, открывается вовнутрь, как это положено в случае со спальней. Мы используем реверсный прием. Вот реверсные петли. Дверь сохраняется в плоскости стену, но открывается вовнутрь. Смотрится все красиво, эстетично, в одной плоскости. При том, что дверь в ванную, например, открывается наружу. Друзья, напишите обязательно, что вам понравилось в этой квартире. Или, может быть, вы увидели здесь какие-нибудь недостатки. Мы всегда очень рады вашим отзывам и внимательно их читаем. Обратите внимание, мы действительно читаем комментарии и на них отвечаем. Обязательно подписывайтесь на все наши социальные сети. Там очень много всего для вашего вдохновения. И, конечно же, поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова